Всем привет! Сегодня у нас будет отличное видео. Это Kia Sorento Prime 2018 года с двигателем G4KG, 2.4 объем, прямой впрысг с джедай. Зачем он к нам приехал? Конечно же, не просто покрасоваться. Мы будем разбирать двигатель. А историю этого мотора я расскажу далее. Мне, как владельцу Sorento 2012 года, конечно, интересно посмотреть и сравнить автомобили. Кто знает, может быть, когда-нибудь и я тоже пересяду с одного скрипента на другой. И будет ли он так скрипеть? Очень интересно. Но это я узнаю позже. Сегодня времени кататься на нем нет. Будем кататься после того, как мотор отремонтируем. С такого ракурса машина кажется большой и внушительной, но впечатление обманчиво. Относительно первого поколения или Sorento XM машина стала явно меньше. Наш любимый двигатель, теперь он тоже в числе любимых, G4KG. Аббревиатура расшифровывается «Жди». «Жди на ремонт». Ну, салон, конечно же, здесь стал более прилизанным, более красивым. Но когда я в него сел, относительно своего Sorento, мне показалось, что салон стал поменьше в размерах. Крыша ниже, как-то поуже машина. Особенно сокращение размеров заметно внутри салона, когда я смотрю вот отсюда на заднее стекло и на боковые стеклышки. Крыша ниже. То есть, ну, машине придали более спортивный силуэт, скажем так. Это я, как доморощенный диванный аналитик вам говорю, все уже аналитики, блогеры давным-давно эти машины обсосали. Я, честно скажу, эти обзоры не смотрел некогда. Попросили предварительно помыть моторный отсек. Мозги прикрыли пакетом, поэтому они грязные. Вот такого цвета был весь отсек подкапотный. Хорошо знакомый нам уже двигатель с электронно-управляемым фазорегулятором на впуске. Те же самые два ремня. Один на помпу, другой на генератор с натяжными роликами. Все нам знакомо. Сними крышку. Двигатель с ТНВД, насос высокого давления, форсунки прямого впрыска. Все это мы уже видели и делали неоднократно. Чего у меня в Соренто нет, так это электронное открытие багажника. Вот такая вот автоматика. Здесь тоже все меньше стало в размерах. Это я говорю по визуальной памяти. Почему-то в подполье тоже меньше стало места. В общем, загадочно как-то все произошло. Машина стала дороже, но при этом меньше в размерах. За электронные финтифлюшки надо платить. Салон чистенький, ухоженный. Про историю автомобиля я расскажу чуть позднее. Пробег 96477. Работу форсунок и насоса высокого давления слышно в салоне. Это такой звук, как швейная машинка. Владельцы вагов с этим знакомы. Также этот мотор широко ставился на оптимы. Примерно оптимы GT, начиная где-то годов, по-моему, 16-х. То есть они уже едут на ремонт. Теперь обращаться начали и вот эти автомобили. Приятнее управлять электроусилителем руля. Работает относительно хорошо для этого двигателя. Перестука поршней я не слышу. Все работает ровненько. Ну, глушим двигатель и приступаем к его разбору. Мне, как владельцу далеко-далеко предыдущего кузова, конечно, я сразу отметил, что машина стала более легковой. Электроусилитель руля, руль легче, управляется проще. Но это даже здесь вот, проехав всего лишь метров 10. Я еще по территории покатаюсь. На дороге общего пользования, конечно, не поеду. Но этого мне хватит, чтобы составить свое впечатление, о котором я расскажу в конце ролика. Теперь о истории автомобиля. Пока я помню это все дело. Расход масла здесь составляет пол-литра на тысячу километров, что владельца напрягает. То есть это находится в пограничной зоне допуска. Завод разрешает 600 грамм на тысячу. Либо литр в тяжелых условиях эксплуатации, что практически полностью делает, скажем так, безопасной продажу этих автомобилей владельцам. Претензии предъявить очень сложно. Что здесь? Катализатор под вопросом, неизвестно, удалялся или нет. Возможно, до сих пор стоит заводской. То есть даже с наличием катализатора она живет масло. Вот у нас недавно Optima привозили. У нас сейчас на ремонте вообще этих моторов стоит несколько штук. То есть Optima просто поехали пачками. История следующая. Если здесь удаляется катализатор, начинает масло сжать литрами. То есть около литра-полутора расход масла на тысячу сразу становится. И вот один из владельцев Optima, который сейчас на ремонте с таким же мотором, рассказал, что вернув катализатор на место, он снизил расход до пол-литра на тысячу. Вот такие чудеса. Но о том, как влияет катализатор на расход масла и про противодавление, я уже в предыдущих видео рассказывал. Здесь повторяться не буду. На автомобиле два владельца. Первый был руководителем какой-то компании. Служащий его компанией эту машину выкупил. Сделал полировку кузова. То есть, в принципе, история прозрачна. Пробег реальный, что, в общем-то, видно по автомобилю. Но как расход масла его здесь не устраивает. И принято решение это все делать. Полный привод ни разу не обслуживался. Ничего не снималось. Так что, будем надеяться, что не сгнил. Очевидно, это масло, которое рекомендуется. Не знаю, лили его или нет. У меня такой информации не имеется. Мы заморочили. Взяли рулетку и решили померить ширину автомобиля, длину, межколесное расстояние между ступицами и высоту автомобиля, начиная от кромки пола до края крыши, не учитывая рейлинги. И тут, честно говоря, мы удивились. Дело в том, что этот автомобиль относительно Sorento XM 2012 года межосевое расстояние стало на 10 см больше на этом автомобиле. Машина шире тоже примерно около 10 см. Но это так визуально. Понятно, что есть официальные данные. Их можно найти в доступе. Мы просто рулеткой мерили. И машина стала длиннее. Тоже где-то на 10 см. Высота от кромки пола, то есть вот мы от кромки пола до кромки вот так вот мерили, не учитывая вот эти рейлинги, примерно одинаковая. Здесь на 2 см меньше. То есть фактически в размерах этот автомобиль крупнее. Но, видимо, за счет вот этих вот зализанных форм, более меньших проемов оконных, он кажется меньше. Вот такие чудеса внешнего дизайна. Очень интересные получились. Не знаю, почему на это упали глаза и должно ли так быть с завода. Либо это последствия 96000 пробега, которые так отразились на рычаге капота. Не могу вам сказать. Что еще в глаза бросилось, это увеличенный в размерах аккумулятор. Здесь он, конечно же, больше. Ну и чтобы на нас не подумали, что это мы сделали, это вот уже было так. Следов вскрытия двигателя не видно, герметик заводской, и цвет, и нанесение. Так что это радует, что ничего здесь не делалось. Это хорошо. Кстати говоря, здесь будут керамические вкладыши. Вот мы и посмотрим их состояние на Sorento Prime. Очень много было вопросов про эти машины в комментариях, что да как. Ну вот из этого видео вы все и узнаете, что и как. Чувствуете, чем новее автомобиль, тем меньше разрыв. То есть к 22-му году, сегодняшнему дню, всего лишь 4 года автомобилю. Четырехлетка уже на ремонт едет. Подкрылок демонтирован, по железу все чисто, никакой ржавчины нет. Да и откуда ей взяться на таком пробеге. Диски практически неизношенные. Состояние отличное. Ну, мелкие запотевания присутствуют. Они есть на всех этих моторах. Это несущественно. Теплообменник присутствует. Для 2,4 это обычное дело. Двигатель снизу сухой. Угловой редуктор незначительно модернизирован. Там установлены два сальника грязевых. То есть завод работает над своими ошибками. Днище автомобиля прикрыто вот такими акустическими защитами. Надо полагать, машине комфортнее. У меня таких защит не установлено. Здесь тоже все как новое. Ржавчин никаких нет. Все на вид красиво выглядит. Сливаем моторное масло. Стружки нет, масло черное. Впускной ресивер сложной конструкции. Есть как заслонки турбулизаторы. Вот они. Аналогичная конструкция на форде. И также есть изменение длины впускного тракта. Вот здесь вот пневмоклапан и ось с заслонками. После снятия впускного ресивера появляется доступ к форсункам прямого впрыска. Дроссель имеет загрязнение. Топливная рампа демонтирована. Мы продолжаем разбирать. Выдернули правый привод, сняли угловой редуктор. Кто-то здесь уже побывал до нас. Смазку нанесли. Шлицевую обработали. Это хорошо. Внешний вид, конечно, смазки так себе. Но все это мы почистим, помоем, нанесем свежую. Теперь пару слов про модернизацию, которую завод произвел на этих машинах. В каком-то видео я показывал обломленные опоры промвала, вырванные из блока резьбы, куски. И вот завод на ту же площадку добавил еще одно отверстие под болт. Ну, как-то выглядит слабенько. Смазочка наносилась некая зеленая, превратилась в коричневую. И еще до модернизации добавился второй сальник. То есть они поняли, что через один сальник много водички проникает. И за одним сальником появился сразу следом второй. Скажу так, немного помогает оттянуть процесс исчезновения шлицов. К следующей генерации, наверное, появится третий сальник. Свечи стояли иридиевые. Выглядят так себе. Демонтировали крышку спускного фазорегулятора. Здесь он сделан электронно-управляемым. Внутри обмотки установлены. И вот такой щеточный узел. Все это мы уже показывали многократно. Выработка угольков примерно соответствует пробегу. Износ показываю крупным планом. Поднимаем клапанную крышку. Мотор относительно чистенький. Как я уже ранее говорил, компания поработала над выпускным коллектором. Заузили его ширину, потому что предыдущие вариации постоянно лопались. Появлялись трещины, здесь трещин нет. То есть проблему, видимо, победили. Выглядит все очень красиво, достойно. Кулачки чистенькие. Те, кто наблюдают за нашим телеграм-каналом, видели, мы недавно выкладывали оптиму с таким же мотором. Человек проехал 150, по-моему, или 170. У него развалился весь двигатель. Там показывали фото, видео, отчеты в телеграме. Можете зайти посмотреть. Мотор успешно восстановили. Времени снимать его, к сожалению, на канал не было. Еще одна модернизация двигателя. Втулочная, роликовая цепь, наконец-то. Цепи хорошие, ходят долго. По крайней мере, точно переживают мотор. Вытяжка цепи невелика. Всего лишь 3-4 зубчика на натяжителе. Возможно, ГРМ оставим. Цены на запчасти немаленькие, скажем так. Я уверен, что этот ГРМ еще проходит немало. Зазоры клапанов в норме. Выработка на башмаках отсутствует. Весь комплект можно оставить как есть. Шейки распредвалов в прекрасном состоянии. Есть незначительные рисочки, царапины. Но мелочи. Стружка здесь не ходила. И это радует. Остается только разобраться с масложором. Сняли головку. Цилиндры на вид относительно в прекрасном состоянии. Есть мелкие царапинки. Если на них смотреть эндоскопом, они покажутся задирами. Ну, так бывает. Есть небольшая перекладка. Для такого диаметра это относительно неплохо. Пошня стояли группы B. Проведем инструментальные замеры. Там определимся, что делать. По-четвертому тоже небольшие рисочки. Перекладка 2-3. Традиционно побольше будет. Демонтировали масло-съемные колпачки. Состояние у них средненькое. Покрыты корочкой шлака. Впускные клапана, несмотря на то, что здесь прямой впрыск и отсутствуют добавочные форсунки распределенного впрыска, я бы не сказал, что прям критически загажены. Так, обычный нагар. ничего серьезного. Посмотрим состояние керамики выпускного коллектора. На прикрепленных фотографиях вы можете увидеть состояние катализатора. Относительно он в норме, хотя уже процесс обламывания краешек сот начался. Это видно с краю. Вот в этой зоне. Может еще походить и послужить несколько десятков тысяч. Клиенту посоветую делать эндоскопию примерно каждые 15-20 тысяч, выкручивая первую лямбду, а там уже принимать решение по состоянию. Поддон демонтирован, перед вами блок балансирного насоса. Здесь и насос, и балансиры. Все это многократно на канале уже показывалось. Нижняя плита демонтирована с блока, перед вами коренные вкладыши, с коренными шейками проблем нет. Соранто Прайм мы еще не разбирали. Первый мотор. Что наблюдается? Форсунки масляные на своих местах, поршни внутри вымыты маслом, и, конечно же, керамические вкладыши с вот этим хитрым покрытием. А постепенно на нагруженных частях начинает протираться. Здесь самое начало. Сейчас буду показывать крупным планом. Самое начало, то есть машина прошла примерно сотку, грубо скажем, и вкладыши еще в удовлетворительном, я бы даже сказал, хорошем состоянии. Четвертый цилиндр, вкладыш начинает протираться. Но поездить еще можно. Вкладыши эти с керамическим покрытием мы меняем на обычные алюминиевые. Сейчас разберем масляный насос, далее будет замер геометрии цилиндров, и определимся с тем, что делать с блоком. Так, в масляном насосе маслозаборники традиционно кусок герметика висит. Вот такой вот. Насос вращается плавно, без заеданий. Масляный насос в прекрасном состоянии, мы оцениваем здесь комплексно как вкладыши, так и валы, и трущиеся поверхности. Насос из себя представляет лишь две шестеренки, это я тоже показывал, и редукционный клапан. Больше здесь, кроме вот этого соединения, нет ничего. Состояние прекрасное, можно помыть все это, собрать обратно, и будет работать дальше. То есть траты уменьшаются, чем если бы он приехал с провернутыми вкладышами, а тем более с пробитым блоком цилиндров. Колено в прекрасном состоянии, никаких царапин, износов или чего-либо еще нету. Поршни также на вид в отличном состоянии, ни царапин, ни задиров, ничего нет. При этом маслосъемные кольца здесь коробчатые, с очень редким расположением отверстий. Естественно, они закоксованы. Вот я снял два кольца, чтобы вам показать, как видите, дренаж весь забит. Это одна из причин, почему эти моторы начинают жрать масло. Расход масла начинается примерно с 60-70 тысяч сначала незначительный, потом к 100 тысячам начинает прогрессировать. Как я уже сказал, в ремонте сейчас несколько машин с этим мотором. У всех одни и те же симптомы, одни и те же проблемы. Поршни здесь группы B, и нам остается узнать, что с геометрией. Проблема в том, что поршней группы C на данный момент в продаже нет, я уже посмотрел. Они как бы есть по каталогу, на них можно выиграть парочку соточек на размер, но не более того. А вот группа B здесь минус 4 сотки. И все, дальше двигаться некуда. Сейчас от этого значения посмотрим, что с цилиндрами. Мечты о том, чтобы его оставить без расточки, тают. Я сделал предварительный промер и сейчас готов их вам показать. Здесь 8,5 по 4 внизу 8 3 цилиндр тоже где-то под 9 соток зазора. 8 8,9 8,5 аналогично так плоскости пальца 5 соток 4 сотки эллипса здесь 6 соток здесь 6 то есть 3 под 4 сотки эллипса здесь 5,5 короче говоря соточку прошел и ладно вот и весь его ресурс залегли кольца с геометрией не все хорошо что можно сделать есть ремонтные поршни неоригинальные мы будем растачивать блок гильзовка здесь на 2,4 очень себя показывает нехорошо в отличие от 2-х литровых моторов все-таки этот блок сделан из 2-х литрового путем увеличения диаметра цилиндра при этом стенки стали тоньше и блок слабже вот и все соточку прошел иди за новым соренто что там как раз вышел следующее поколение все рассчитано точно с точностью прям я не знаю до 1 года и 20-30 тысяч километров но поскольку у нас второй владелец желает еще поездить поскольку приобрел автомобиль на шортблок пока что денег нет и покупать он его не хочет мы здесь сделаем расточку усиленные кольца и поедет дальше насос оставим что в следующий раз третьему владельцу наверное уже придется покупать шортблок потому что как я уже сказал с гильзовкой у нас негативный опыт по моторам 2.4 ну можно загильзовать но расход масла скорее всего после ремонта не порадует а в данном случае с расточкой и усилением колец отзывы положительные блок мы расточили в ремонтный размер подремонтные поршни завод ремонтных поршений предлагает это не оригинал по заводской технологии мы здесь должны заменить блок но расточка ходит на них форсунки заводские установлены на свои места поршни переделаны под усиленные поршневые кольца вкладыши шатунные алюминиевые масляный насос у нас остается мы посчитали что он абсолютно пригоден для дальнейшей эксплуатации комплект ГРМ цепи башмаки натяжители у нас остаются они в отличном состоянии пробег еще небольшой да и цены сейчас найти запчасти не маленькие вы сами видите по натяжителю что цепь не растянута а цепь здесь стоит без малого почти 9000 рублей блок готов а пока я соберу головку новые клопачки очистка клапанов и можно приступать головка готова к установке блок цилиндров установлен моторный отсек часто спрашивают почему мы так собираем разбираем ну мы во первых не только так собираем разбираем есть и снятие двигателя полностью целиком без навесного то есть вариант самый разный в данный момент нам так удобнее после переезда на новую территорию там уже все разборы будут естественно производиться и сборки на крутилках так называемых поэтому технология сборки и разборки естественно будет корректироваться по мере переезда притянули головку собрали ГРМ выставили все по меткам можно собирать дальше мы предварительно почистили и помыли шлицы на угловом редукторе они здесь в отличном состоянии нанесем смазку также произвели замену крышки и сальника под ней в автомате ответная чашка со шлицами также почищена и помыта и не забывайте ее менять своевременно хотя бы раз в год в два чашку обработали угловой редуктор можно устанавливать на место мотор работает запустили заменили масло в автомате методом частичной замены масло было темное ни разу здесь не менялось так ну вот сейчас пробная поездка время уже довольно много прокачусь по территории посмотрю как едет как работает вообще для себя просто соберу впечатление кто знает может быть через сколько-то лет поменяю один скрипента на другой на что еще можно рассчитывать наши экономические ситуации я даже и не знаю думаю что что-нибудь на что-нибудь такое вот но вообще субъективно машина стала комфортнее то есть это я сейчас сравниваю со своим соренто 2012 года перепрыгивая через один кузов рестайл получается это уже какой по счету кто-то кузов наверное четвертый уже если считать с первого соренто второй третий четвертый да соренто prime а нет это пятый кузов я вру там же еще один был соренто короче их целая куча уже ну помягче машина мне так субъективно кажется помягче так в целом приятно кстати довольно хорошо они шумоизолировали мотор в салоне назойливого звука форсунок прямого впрыска я не слышу я закрыл окно водительское сейчас специально остановлюсь да классно шумоизоляция моторного отсека хорошо сделана я уж не знаю что там происходит на трассе когда будешь ехать сто или более километров в час на дороге общего пользования я на ней не поеду так как в страховку не вписан ну вот здесь вот покатаюсь по территории мелкой сапой скажем так хоть что-то отметил еще интересную особенность когда машина висела на подъемнике может быть я успею еще в конце показать я уже показывал что нет половины подрамника переднего но это мы все видели на рестайловой версии это не новость для нас на коробке появилось усиление очень интересное там прям идет такой мостик алюминиевый то есть что-то там как в этом месте они попытались усилить видимо какие-то изгибающие ломающие моменты появлялись обратил просто сегодня внимание даже сразу не заметили на коробке также еще есть теплообменник вот то есть работают они что-то там допиливают доделывают переделывают какие-то узлы усиливают какие-то ослабляют главное чтобы не усиливали блок и поршневые кольца вот это ребят я вас очень сильно прошу этого не делать пусть все останется как есть соточку прошел и все на капиталочку набежные челны у нас сейчас стоит с этим мотором где-то наверное суммарно около четырех или пяти автомобилей я даже их снимать просто не успеваю физически в основной массе это оптимы у большинства пробеги в районе сотки там у многих машины однохозяйские жалуются на масложоры у кого-то паранойя за вкладышей ну вполне обоснованно но и здесь тоже со вкладышами что-то они поменяли артикулы меняются вкладыши меняются покрытия меняются в общем пытаются они что-то там изобретать вместо того чтобы сделать нормальный широкий вкладыш и жесткий блок думают что если какое-то покрытие туда налепил то все проблемы уйдут ну пускай играются я даже и рад этому у них есть работа продажи у нас есть ремонты все хорошо не ну так в принципе приятная машинка можно рассмотреть на будущее но пока смена автомобиля у меня честно говоря не в приоритете то есть многие отмечали зачем я купил бушный соренто ну потому что нужно переезжать потому что у нас сейчас идут большие инвестиции большие траты на переезд там территория значительных размеров все это ремонтируется строится переделывается в телеграме у нас я выкладываю фотографии маленькие видосики что там и как ну пока естественно все это по большой массе держится немножко в такой вуале скажем так потому что еще много чего не готово и показывать полудырявое здание смысла нет надеюсь что в августе будем переезжать так что в августе мы будем закрываться июль пока под вопросом если будет работа будем в июле еще работать так что кому там кадрышки и нашки надо ремонтировать давайте июнь и июль еще можете приезжать пока еще работаем субподрядчиком в том числе там ставят снимают мотору мы делаем снятые сами снимаем ставим так что все своим чередом идет запчасти кстати стоимость на конкретно вот этот мотор цены упали за последний где-то месяц потому что недавно отдавали не так давно в телеграме я показывал оптиму с таким мотором где все развалилось со страшной силой там все меняли относительно той оптимы цены хорошенько снизились но упали скажем так заметно так что ситуация меняется постоянно курс плавает рубля к доллару и наоборот и цены на запчасти тоже меняются то повышаются то понижаются но опять таки со снижением спроса весеннего летом как всегда цены будут опускаться это уже мне известно когда начинается ажиотажный спрос цены начинают также ажиотажно расти но некоторых не переубедишь подождать им надо сейчас и сегодня что ж кому надо тот будет делаться сейчас и сегодня общий ремонт двигателя по бюджету 155 тысяч рублей запчастями и работами работает хорошо шейный шум форсунок а-ля зингер слышен только на улице и при опущенном стекле даже здесь шумоизоляция сделана ну вот и все ремонт завершен владелец сегодня приезжает забирает автомобиль спасибо за просмотр и до свидания до свидания Продолжение следует...